Трагедия закончился скандал между супругами в доме на улице Центральная Атарская. После ссора женщина схватила со стола нож и ударила мужа прямо в шею. Единственное ранение оказалось смертельным. Трагедия разыгралась, когда помимо взрослых в доме находились трое малолетних детей. По предварительным данным, как только между родителями началась очередная ссора, сын и две дочки убежали в соседнюю комнату, так как испугались вмешиваться в конфликт. С этим мужчиной сколько уже? Десять. Сколько? И лет десять. Десять лет? Да. Но они официально не расписаны, да? Вот сын последний вот от него девочки от другого брака, а этот вот от него мальчик. А ему сколько лет? 44, наверное. 43. Он старше, что ли? Старше. Из-за чего произошел раздор, женщина и не вспомнит. Была на эмоциях в себя она пришла лишь после рокового поступка. Увидев окровавленное тело мужа, супруга сама вызвала скорую и пыталась остановить кровотечение, но это не помогло. В приезду медиков человек был уже мертв. Они там ссоры, что ли, нет? Что, всякое бывало? Ну, что, как любой семьи. Ну, он спокойно был. Да? Он спокойно был вообще. Чтобы присмотреть за детьми, на место вызвали родственников, которым теперь, вероятно, придется взять на себя опекунство. Ведь фактически за одну ночь детишки лишились обоих родителей. Отец убит, а матери грозит долгий тюремный срок. И еще в одной семье праздничный вечер закончился трагедией. На улице Зорги во время ссоры женщина унесла смертельное живое ранение мужу. Свидетелями преступления также стали маленькие дети. Девочки 4 и 10 лет. Кровавое преступление произошло около двух часов ночи. В это время супруги праздновали Международный женский день и день рождения главы семейства. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Супруг находился в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент женщина схватила нож и ударила им супруга. Так вышло, что один единственный удар пришелся прямо в сонную артерию. Мужчина в буквальном смысле истек кровью. Приехавшим медикам осталось только зафиксировать его смерть. Поднялись наверху, увидели женщину полностью с головы до пяток в крови. Вот. У нее спрашивают, что случилось, что случилось. Она говорит, что зайдите, посмотрите. Мы как бы не стали сначала заходить. Потом, говорит, я, говорит, его ножевым ранением в области шеи ударила. Мы зашли, посмотрели. Мужчина лежал весь в крови. Все, как бы, она просила, мы ей объяснили, что сделать. Взять полотенце, обмотать, ну, положить на шею, чтобы как бы кровь приостановить. Но она этого не сделала. То, что она говорит, сами сделайте, я не умею, я не умею. Стоит сказать, что убийство произошло на глазах у двух малолетних детей. С места происшествия подозреваемую забрали в отдел полиции. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье убийства. Задержанный может грозить до 15 лет лишения свободы. Сегодня в доме на проспекте Ямашево, 17 этажа, выпала пожилая женщина. Трагедия произошла примерно в 11 часов. На верхних этажах в момент происшествия никого не было, поэтому никто из жильцов не смог сказать, что произошло. Погибшую пока не опознали. По словам местных жителей, в этом доме пенсионерка не проживала. Вероятно, женщина зашла в подъезд чужой высотки с намерением покончить жизнь самоубийством. Еще одна трагедия произошла в Приволжском районе. С балконом многоэтажного дома выпал 82-летний пенсионер. Момент падения очевидцы сняли на камеру мобильного телефона. Эти шокирующие кадры сняли на камеру мобильного телефона ученики соседней школы. Мы видим, что мужчина изо всех сил пытается удержаться на карнизе балкона. Однако в какой-то момент срывается и падает вниз. Качество видео не позволяет это увидеть, но в момент падения на балконе находилась жена пенсионера. Как выяснилось, прежде чем сорваться вниз, мужчина позвал супругу. Та попыталась его вытащить, но не смогла. По словам очевидцев, какое-то время после падения мужчина еще был жив. Его жена сразу же вызвала скорую помощь. Однако к приезду медиков пенсионер уже скончался. По предварительным данным, ранее мужчина никогда не страдал суицидальными наклонностями. Со здоровьем у него также было все хорошо. Родственники были шокированы произошедшим. Ведь буквально за несколько часов до трагедии к пенсионеру приезжал сын. И по его словам, с настроением у отца все было в порядке. Подробности сейчас выясняют следователи. Сегодня ночью сотрудникам МЧС пришлось вламывать дверь квартиры на улице Читаева. И 77-летняя хозяйка несколько дней не выходила на связь. И родственники решили вызвать спасателей. Дорогой хороший замок в двери долго не поддавался. И лишь спустя время, когда засовы почти выломали, на громкий шум наконец отозвалась пожилая хозяйка. Оказалось, в эту ночь пенсионерке стало плохо. Случился инсульт. И она не сразу смогла прийти в себя. Как только родственники попали в квартиру, сразу вызвали скорую помощь. Сегодня ночью на проспекте Победы Лада 12-й модели на огромной скорости буквально влетела подъехавшую впереди грузовую газель. Увидев, а что превратился в кузов легкового автомобиля, очевидцы вызвали медиков и спасателей. И сразу бросились на помощь пострадавшему. После такого сокрушительного удара очевидцы не надеялись, что кто-то из людей, находившихся на передних сидениях Лады, мог остаться в живых. К счастью, в салоне был только водитель. Хотя шофер получил многочисленные травмы, но находился в сознании. Хотя Лада 12-й модели от мощного удара в мгновение превратился в груду металла, тем не менее водителя не зажало искореженным металлом. Очевидцы аварии до приезда сотрудника МЧС смогли вытащить его из салона и передать в руки медиков. Он вообще в рубашке родился, я смотрю, да, тоже. Ну, этот, весь в крови, конечно. Он, видимо, в шоковом состоянии был, он еще стоял, этот пытался встать. Укрытел, конечно, крикки были, вылупли. Мы пока скорого ждали. Когда медики погрузили пострадавшего в карету скорой помощи, водитель продолжил вести себя неадекватно. Не только кричал, но и кидался на врачей с кулаками. Спиртным от него не пахло. Медработники не исключают, что пациент мог находиться под действием наркотиков, вероятно. Поэтому на дороге он и не заметил впереди ехавшую «Газель». Я много нагоняю, я не местный, поэтому я не гоняю. Ну, 50-60. Не тормозили вы? Нет, нет. Просто почувствовали сильный удар? Да, сильный удар, бах, и я сам испугался. Выяснить, в каком именно состоянии находился пострадавший мужчина, удастся в больнице после экспертизы. Ладу 19-й модели смысла восстанавливать уже нет.